Здарова, ээээ, от репуар, на маразму вышел новый видос, называется, позорные ситуации перед родителями, давайте его посмотрим, уверен, будет офигенно, как обычно, погнали! В этом видео хочу рассказать о позорных ситуациях перед родителями. Давай. Давайте сразу, дабы не было вопросов, я не буду в своих роликах высказываться о ситуации между Россией и Украиной, потому что я твердо убежден, что... Ну, мне кажется, да, не стоит ему высказываться, потому что всё-таки развлекательный контент, и он сделан для того, чтобы, наоборот, отвлечься от всей этой ситуации, а ситуация, конечно, шуткая. Всем медийным личностям, которые никак не связаны с политикой или журналистикой, в данной ситуации лучше просто промолчать, поэтому давайте без лишних вопросов по этой теме. Сегодня будет обычное юмористическое видео. Давай, вещай! Итак, я вижу мой ролик про недецкие секреты от родителей, вам даже очень хорошо зашёл, судя по просмотрам. Поэтому я решил незамедлительно снять продолжение, а именно в сегодняшнем видео я хочу рассказать забавные истории из своей жизни, а также из жизни моих знакомых, о том, как родители жёстко нас палили за каким-то кринжем. Прям кринжем? Ну или просто обычным... Обы... За обычными деля... Делями! Да ты шик! Все, я думаю, прекрасно знаете о том, что родители, особенно в подростковом возрасте, частенько любят проверять, чем же их дети занимаются в сети интернет. Какую музыку они слушают у себя. Хотя нет, не проверяли, потому что у меня интернет тогда ещё не было, когда я был милоким, прям... На телефоне. Какие нехорошие фильмы смотрят. Некоторые родители проверяют компьютеры и телефоны детей в открытую, а не... Не знаю, мне, по-моему, ничего никогда не проверили. Некоторые, например, как в моём случае, делают это втихаря. И первый такой забавный случай я могу вспомнить, наверное, в шестом классе. На тот момент у нас у всех были ещё кнопочные мобильные телефоны, и все мультимедиа мы передавали друг другу по блютузу. Или через зэкпорт. Ооо, блин, зэкпорт! И такая ностальгия! Правда, это настолько было стрёмно. Полчаса ждать, пока песенка одна перекачается. Ну и скачивали с компьютера. Ну ладно, не полчаса, но в любом случае много. Ну другого была такая возможность, так как компьютер в то время был далеко не у всех в свободном доступе. А мне в ноутбуке и подавно разрешали сидеть только либо по выходным, либо на каникулах. Ну и разумеется, нас, как и всех детей раннего подросткового периода, то есть было нам лет по 11-12, тянуло на всё запретное. А именно мы в обильном количестве скачивали себе на телефон пошляцкие песни с большим количеством мата. Поверьте, там были такие музыкальные шедевры, что современные Моргенш... Ну ну включи, мне интересно, что там за песня. Там молча курит в сторонке. Нет, даже не так, он вообще не курит, он просто стоит, зажавшись в... Не, у нас тоже были несколько таких песен. Если я вам сейчас хоть отрывок дам послушать... Ну ты хотя бы название там, я не знаю, написал бы, мне же интересно, слышал я эту песню или нет. Ютуб мне, наверное, пожизненно на канале монету отключат. А происходило это так. Какой-нибудь пацан за деятельностью в интернете, которого не особо следили родители, скачивал себе все эти песни по проводу с компьютера, после этого хвастался в школе тем, какой он... Смотри, смотри, какой я фигню слушаю, да? Другие какие пошлые песни он слушает. Ну и разумеется, другие безмозговые пубертаты просили, а иногда даже не просили, а упрашивали его перекинуть всю эту музыку им по блютузу. Мне же никто такую музыку перекидывать не хотел, так как все смеялись надо мной, что я еще маленький, такое слушать. Почему? Один же возраст у всех нет? Если что, в классе я был младше всех. Жиза, я тоже. Я решил всем доказать, что я вот такой крутой, сейчас втайне от родителей себе на телефон столько всякой пошлятины накачаю, что вы сами будете у меня просить, чтобы я вам всю эту по блютузу перекинул. Ну и в итоге, на зимних каникулах, когда я просыпался где-то в 8 утра, а мои родители где-то в 12 в час, мне разрешали прямо с утра садиться за ноутбук. И вот так... Нифига себе, родители поспать не вылюбили. Да, я разгулялся по полной. Чтоб вы понимали, я просто искал самые похабные названия песен и скачивал их как можно больше. И там, наверное, такая лютейшая дичь неинтересная была, да? Даже не мелодичная чуть-чуть хотя бы. В общей сложности накачал я их штук 40. Фига себе. Сколько денег он потратил на это? Хотя, наверное, это было уже в 2010-х каких-то годах. Тогда у меня уже была выделенка, и да. Это было не по карточкам. Но я не учел одной важной детали. В старой версии браузера Mozilla Firefox именно история загрузок открывалась в отдельном окне. И ее нужно было чистить отдельно. То есть даже если ты на компьютере все эти загрузки поудалял, то они все равно отображались в истории загрузок в браузере. И вот именно историю загрузок я почистить забыл. А спалился я, знаете, когда? Наверное, только спустя полгода, где-то в конце шестого класса. В общем, моя мама скачивала себе какую-то электронную книжку, и у нее что-то не получалось скачать нормальный файл, так как он после этого не читался. Ну и она залезла в историю загрузок браузера. И тут я слышу, как она зовет меня с телефоном к себе в комнату. Я тут же все просек, тут же пересрался. Быстро вынимаю свою флешку на 512 мегабайт из телефона и иду к ней. Ты как будто она не поймешь, что там флешки нет. Она мой телефон смотрит, но ничего интересного там не находит. Но все равно прямо передо мной открывает историю загрузок в браузере и начинает орать на меня, что я скачиваю себе всякую пошлятину, что у меня отберут телефон, а там что-то... За что? На телефоне этого нет? Все. Есть у тебя какое-то преступление, но я же не преступник, у меня же нет всяких улик, так что отставит меня, я не виноват. Мы понимали, были такие названия, но тот момент для нас просто ужасный. Ну-ка, лифчики, трусы, что-то там была эротическая ночь, была там вообще такая похабщина, которую я даже до сих пор не слушаю. Что за фигня вообще? Я не знаю таких песен, явно, видимо, их не слышал. И действительно, мобилу на какое-то время, вроде бы дней на пять у меня тогда отобрали, а также начали строго контролировать, что я делаю за компьютером. Хотя тогда за компом-то я особо ничего и не делал, я там вообще в Танке Онлайн рубился. Ну, блин, всё равно. Тогда уже были Танкинл... А, ну да, они, в принципе, тогда уже давно и появились. Мне было капец как кринжово. Но более смешная ситуация произошла с моим другом уже в седьмом классе. Вот представьте на секундочку. Жирный семиклассник, ботан, который в жизни не ругался матом, но, по крайней мере, до восьмого класса он был именно таким, который всегда хорошо себя вёл, не делал ничего запрещённого, решил дома на родительском ноутбуке посетить сайт с ночными бабочками. Я, правда, не знаю, зачем... Зачем? Не понял. Зачем? Может, он хотел опередить сверстников? Или устроить себе сочную вечеринку? Ну, что, в принципе... А деньги-то где он взял? ...пятную тоже. Или может... Охренеть. Так. ...пятную психологиню себе там найти и обсудить свои душевные проблемы? Я вот ботаник, да, вот такой большой. Помоги мне, пожалуйста, стать взрослым. Чтобы вы понимали, спалился он в первый же день. А именно, что мама заглянула в историю браузера и увидела там этот сайт. Теперь представьте на секундочку. Жирный ботан-семиклассник, который в жизни не матерился, дома был хорошим, послушным мальчиком, спалился перед мамой на просмотре сайтов с девочками лёгкого поведения. Вот чтобы вам было так же смешно, как и мне, представьте, что это случилось с самым таким хорошим пацаном в вашем классе. Да я это уже представил. Причём этом ещё и выглядит смешно. Вот таким, знаете, ботаником, который ходит в жилеточке и в очках. Хорошо ещё тогда его отца не было дома. Не в том плане, что он бы мог своему сыну дать звездюлей, хотя и в этом тоже, а в том, что мама могла подумать именно отца. Вот это было бы вообще жёстко, если честно. Я об этом тоже подумал. Потому что, ну, от такого мальчика-одуванчика посещение подобных сайтов можно было ожидать в последнюю очередь. А вообще-то наоборот нет, потому что, как говорится, в тихом обудье черти водятся. Ну, короче, его мама была намного строже моей, и санкции по отношению к нему за такой страшный проступок были ещё жёстче. Страшный. Он же их не вызвал. Именно у него на месяц отобрали и компьютер, и телефон, а также перестали давать хоть какие-то карманные деньги. Ну, наверное, испугались, что за те 50 рублей в день, которые ему давали, он захочет в седьмом классе воспользоваться услугами просматриваемых сайтов. Это на минуту? Или на полминуты? Ну, такое, понятное дело, нельзя было допустить. Да. Наверное, для меня самая кринжовая история произошла со мной в седьмом классе. В общем, в то время у меня был лютый токсикоз. А также именно тогда у меня появился мой первый андроид-смартфон. То есть, переписываться с друзьями вконтактике, смотреть там нехорошие сайты. Я мог уже не с компьютера, что было более палевно, а с телефона, который был у меня запаролен. И в общем, я помню, как мы с другом обсуждали кексуальную привлекательность наших одноклассниц. Ну, это самое мягкое объяснение того, что мы там обсуждали. То есть, я... Видимо, там жесть какая-то была, что ты даже не хочешь что-то рассказать там, да? Вот эту барышню я буду и так, и сяк. Вы поняли. Всё-таки рассказал. Победатный локсими классник, которому до женского тепла, как до Китая раком, сидит и в переписках обсуждает девчонок, так, как будто он тут местный Казанова. И вот в чём прикол. Переписывался-то я со своего телефона. Но в мамином ноутбуке я забыл выйти из своей учётки во Вконтактике. И что вы думаете, после очередной прогулки со своим другом я возвращаюсь домой? Здорово, Казанова, рассказывай, как сходил. Вижу строгое лицо родителей, затем меня вызывают в комнату. А там, внимание, лежат листы А4 с распечатанными на них сообщениями из моего ВК. Нахрена? Просто могла бы открыть и показать, зачем распечатывать-то. Долго на меня-то морали, конечно, долго меня отчитывали. И в итоге на месяц отобрали у меня ноутбук, а телефон отключили от Wi-Fi. А для справочки, если сейчас у любого школьника есть мобильный интернет, то в 2012 году для нас это считалось непозволительной роскошью. И тарифы в то время были гораздо дороже. Нет, я бы не сказал, что дороже. У меня был какой-то тариф, и там я платил рублей, может, 150. Или что-то около того, короче, недорого было. В любом случае, на самом деле, что вообще за цирк? Печатать что-то на листах А4. Это очень странно. Вот куда дальше эти листы девать? На стену повесить в напоминании о нехорошем поведении? На самом деле, вот именно в седьмом классе меня палили за подобной хернёй ещё много-много раз. Почему именно седьмом непонятно, правда? Я вроде бы себе на телефон скачал какую-то херню. Знаете, такое приложение, благодаря которому можно себе на обои поставить зацикленную гифку, как у тебя девушка в бикини типа экран моет. Не знал. А вместе с этим приложением я себе на телефон установил какой-то вирус, который списывал деньги с моей сим-карты. Лошара. В то время деньги на телефон мне клали родители и контролировали меня в личном кабинете МТС, то им показалось странным, что у меня постоянно списываются какие-то бабки. Ну и потом мой брат посмотрел, что у меня там за услуги подключены. Взял мой телефон, который я ему давать не хотел. Ну и в итоге спалил моим родителям, что я там себе скачиваю. Зачем? Ну мог бы просто это все сам отменить, если знал как. Зачем родителям так показывать? И почему у меня устанавливаются какие-то вирусы? Тогда меня вроде бы как простили. Ну типа сказали, еще что-нибудь подобное увидят, то отберут телефон. И кстати, так вот удачно у меня сложилась жизнь, что вот именно за просмотром нехороших фильмов для взрослых я ни разу родителям не палился. Ну точнее... Ну повезло, повезло. Как палился со всякими скачанными фотографиями, со всякими там переписками, песенками. Но вот именно за просмотром таких вот фильмов я ни разу не палился. Как это меня пронесло. Следующую часть уже похожих историй с моими друзьями я для вас сниму. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Видос получился очень интересный и познавательный, если честно, поэтому не палитесь. Я прям прожался, особенно с последнего, то, что сказал, что не палился с фильмами с такими интересными. Ролик классный, лайк у всех я уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.